Чтобы, так сказать, создать настроение этому обзору, я пару слов скажу о режиссёре. Ренни Харлин может быть вам известен по фильму «Пять дней в августе» и видеообзоре на него же от небезызвестного Бэткомедиана. Также история советских альпинистов, погибших при мистических обстоятельствах, которая была воплачена Харлином в виде третисортного ужастика в 2013 году и никудышный во всех смыслах Геракл годом ранее. Теперь же, когда вы поняли, что предстоит, можно приступить и к, собственно, отпетым напарникам. Какой тут сюжет? Ну, Джонни Ноксвилл, как и всегда, играет обаятельного проходимца, который проворачивает разные аферы, а Джеки Чан – гонконгского полицейского, пытающегося найти компромат на известного бизнесмена. Джонни Ноксвилла ловят российские бандиты за его прошлые проступки, а Джеки Чану по мере расследования оказывается нужен Джонни Ноксвилл, поскольку тот что-то знает. А его держат в старом здании боулинг-клуба, куда и отправляется на помощь Джеки Чан. И пусть вас не смущает краткость и такая простота моего синопсиса, поначалу я думал и вовсе обойтись без него. Сюжет в этом фильме примитивен и банален, такое вы могли видеть во многих других картинах, и конкретно в этом фильме ничего нового вас не ждет. Что, впрочем, не означает, что он подойдет для одноразового вечернего просмотра. При обзоре таких фильмов я не люблю ходить вокруг да около и скажу сразу, что в отпетых оборниках прекрасно все. Некудышная попытка воссоздать российский городок в глубинке, где есть, например, необычные мусорные баки с английской буквой Y. Также, понятное дело, не обошлось и без повсеместных орфографических ошибок на вывесках и билбордах. На стенах присутствуют надписи на пародийном английско-русском языке, а создатели фильма, видимо, совсем не в ладах с историей, если считают, что Советский Союз продолжает существовать. Еще вывешивают неправильный флаг России, а также там есть завод по производству матрешек. И, кстати, это все происходит в Иркутске. Помимо несуразной российской глубинки, в фильме присутствует, а правильнее будет сказать наоборот, отсутствует захватывающая постановка. Будь то хоть драка или сценка с влетанием мусорного бака в окно, все в этом фильме отдает дешевизной и халтурой. Помимо этого, есть и уморительные шутки. Да я сейчас на диете. Ешь. Ешь. Идай. Такое хрустящее. Что это? Козлиное яичко. И, в общем-то, скучный сценарий, который, как я уже говорил, крайне банальный и не заслуживающий внимания. Выступающий в роли клоуна Джонни Ноксвилл пытается юморить, а старый Джеки Чан выполняет немногочисленные трюки. Это род-муви, тянущийся, к счастью, не столь долго, как путешествие героев, которое продолжается и заканчивается крайне предсказуемо. И думаю, мне не стоит говорить, смотреть вам этот фильм или нет. Субтитры создавал DimaTorzok